Это был один из дней абсолютного безденежья, то есть почти абсолютного. В кошельке болталось 34 рубля, а мне срочно требовалось как минимум 50 на автобус. Надо было съездить в город, туда-обратно 50, а у меня 34. А еще и батон купить надо, и счет 12. Обычная, впрочем, для меня ситуация, но голову над ней ломаешь каждый раз заново. Погрузившись в эту безнадежную головоломку, я шла по Тополевой аллейке в центре нашего поселочка. И вдруг на земле блеснуло что-то серебристо-круглое. Я сфокусировала взгляд. Пять рублей? О, надо же! Ну, бывает, обронит кто-то мелочь. Но больше 50 копеек мне находить еще не доводилось. Я нагнулась и увидела рядом еще пятак. А вот еще и еще. О, да тут целая россыпь! Что за диво! Кто это так сеял деньги? Да ладно, вот чего размышлять? Возможно, пьяный тряс карманами. В любом случае, никто за этими пятаками не вернется. Подобрав все, что попалось на глаза, я еще раз оглядела землю для верности и двинулась дальше. Пятаков оказалась ровно на 50 рублей. Как будто кто-то свыше прочитал мои мысли и жалился надо мной. Я охмыкнула и на всякий случай вознесла благодарность неведомому англу. Налила холодного чая, но тут зазвонил телефон. Привет! Ты, говорят, разбогатела. Нашла на аллейке пять тысяч? Голос у знакомой был возбужденным. Чего? Ты спятила? Ой, да ладно, видели тебя, как ты подбирала деньги. Ну, подбирала. Так не деньги, а мелочь. Пятаки кто-то растряс. Ой, да че ты мне будешь заливать? Че, боишься в долг попрошу? Очень надо. Я-то порадоваться за тебя хотела, что повезло тебе, а ты врет и не запинается. А я-то тебе всегда верила. Вот что деньги с людьми делают. Фу! Отбой. Я ошалела, посмотрела на телефон. На душе ходили волны по луже помоев. Телефон. Я посмотрела на номер. Настя. Говорят, ты нашла десять тысяч? Ой, займи хоть пару. На ужин готовить совсем нечего. Собака уже три дня не ела. Глаза голодные, смотреть не могу на нее. Плачу. Ой, Настя. Да кто этот бред несет? Ну, нашла несколько пятаков. Но пятьдесят рублей всего. Какие еще тысячи? У кого там такие глюки капитальные? А еда? Хочешь, макаронами поделюсь? Пятьдесят рублей? Ты серьезно? А-а-а. Ну, ладно, извини, что побеспокоила. По голосу слышу, не верит. Но положила трубку. Нормально, да? Нет. Иллюзий насчет фантазии местных сплетниц я не питаю. Но чтобы в таком масштабе, да с такой скоростью... Телефон. Ира. Привет. Ты извини, что я на твои звонки не отвечала. Очень сильно болею. Вообще никому не отвечаю. Можно тебя попросить? Ты кошелек, сказали, с пятьюдесятью тысячами нашла. Зачем они тебе? И деньги-то, честно-то, не твои, шальные. Дай их лучше мне. На посылке для Саши. Он звонил, сказал, обязательно сигарет прислать и побольше. Ира год назад вышла замуж за зэка в тюрьме. Любовь, говорит у них. Теперь каждый месяц шлет ему посылки на суммы от десяти тысяч. Деньги берет из алиментов на сыновей. Потому что своих нет, не работает она. А зачем? Нам и так хватает. Да и Саша запрещает. Как это ты будешь работать за какую-то двадцатку? Даже думать не смей. Ну, что денег не хватает, это громко сказано. Поскольку половина денег уходит на посылку Саши. А вторая тратится совершенно бездумно и беспорядочно. И заканчивается примерно через неделю. Ага. Уже кошелек. Уже пятьдесят тысяч и Саша претендент. Любовь, потому что наши общие знакомые, услышав про любовь, пожимают плечами и крутят пальцем у виска. Начинаю объяснять. Она прерывает. Ах, вот что. Тебе жалко. Нашла чьи-то деньги и решила, что можно зажилить. Даже поделиться не хочешь. Я-то думал, а ты человек порядочный. А ты? Тьфу. Да пошла ты. Знать тебя больше не хочу. Не смей мне больше звонить. И Саше расскажу, какая ты. И всем. Через небольшое время обнаруживаю, что Ира отписалась от меня ВКонтакте и заблокировала. Жму плечами. Мы, в конце концов, подругами и не были. Но лужа помоев начинает выходить из берегов. Телефон. Телефон. К вечеру от меня отписались почти все местные знакомые женского пола. Ну, значит, так тому и быть. Но чувствую себя совершенно мерзотно. Мир, сплошная помойка и людей я точно не люблю. Люди мне просто отвратительные. Утро. Иду к остановке автобуса. Вдруг взгляд цепляет что-то красное на земле. Притормаживаю. Пятитысячная бумажка. Правда, что ли? Не верю глазам. Осторожно поднимаю, рассматриваю. Да. Пять тысяч. Да. Снова рассматриваю. И вдруг. Пять тысяч. Да только не банка России, а банка приколов. Резануло, с сожалению. Но затем ухмыляюсь и бросаю бумажку снова на землю. Пускай найдет кто-нибудь другой. Пятое, одиннадцатое, две тысячи двадцать первого. Рассказ «Находка». Автор Анна Литцин. И обложка от этого рассказа. И источник. На этом все. Всего хорошего. Юрий Шатохин. Канал «Веб-Рассказ». Новосибирск. И плейлист на моем канале с названием «Все рассказы». 805 видео, озвученное мной. Здесь именно 805 рассказов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.